Всё будет, но позже. С такими словами обратился к журналистам, исполняющим обязанности главы города Андрей Федюнин. Сразу после областного совещания в городской администрации был организован брифинг, на котором Андрей Валентинович рассказал об этапах переезда свинокомплекса. На сегодняшний день планы по консервации производства и освобождении этой производственной площадки от деятельности по животноводству не изменились. Все разрешительные документы на землю, на техусловия на присоединение, проектная документация уже полностью получена свинокомплексом в полном объёме. Они начинают реализовывать строительно-монтажные работы. Вернёмся на один год назад. О переносе производственной площадки сельскохозяйственного предприятия «Свинокомплекс Полевской» с территории нашего муниципалитета в правительстве области решили ещё в декабре 2019 года. Так власть отреагировала на запрос жителей нашего города, которые неоднократно жаловались на неприятный запах, исходящий от свинокомплекса. Тогда по поручению вице-губернатора Сергея Бедонько была создана рабочая группа, в которую вошли представители администрации Полевского, областные власти, общественники и предприниматели. Сегодня о проблеме не забыли. По словам Сергея Юрьевича, строительство площадки в новом месте уже началось. Она будет в другом районе находиться и, принципиально, самое главное, на очень значительном расстоянии от жилья. У нас возникли необходимости всё-таки подкорректировать данную дорожную карту, но не меняя её суть. То есть, соответственно, основной вопрос, что свинокомплекс в любом случае из города Полевского будет выведен. Как сказал вице-губернатор, в обновлённой дорожной карте по-прежнему все обязательства правительства области города и руководства свинокомплекса остаются в полном объёме. Изменились только сроки переезда. Они сдвинулись на 5-6 месяцев. Чтобы ускорить переезд данного предприятия, в следующем году будет подключено бюджетное финансирование через Министерство агропромышленного комплекса области. А пока предприятие продолжает свою деятельность. Предприятие до момента переезда, до момента консервации работает в нормальном штатно-рабочем режиме. Все те программы производственного контроля, мониторинга, они выполняются, они утверждены. По голове, как и прописано в дорожной карте, увеличиваться не будет. Это порядка 4600 голов. А всё остальное всё в рабочем режиме. После консервации производства, а это предположительно ноябрь 2021 год, начнётся поиск нового инвестора на площадку в Полевском. Сегодня ситуация с переездом свинокомплекса находится под личным контролем вице-губернатора. Подобные встречи в таком вот серьёзном составе будут продолжены и дальше для того, чтобы проверять выполнение дорожной карты, которая была намечена. Следующая встреча у нас назначена первая половина декабря этого года. Почему? Ну, потому что как раз это достаточное время для того, чтобы проверить ход выполнения строительно-монтажных работ. Мы со своей стороны, для того, чтобы информировать о происходящих событиях, организуем фотоотчёт с места строительства, для того, чтобы было понятно, что строительные работы действительно уже выполняются и переезд будет осуществляться в намеченные сроки. Наталья Вишнева, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.